всем привет мы продолжаем наш семинар посвященный сверточным нейронным сетям и во второй части этого семинара мы рассмотрим как создавать модули в pytorch для начала сгенерируем датасет с которым мы будем работать и отрисуем его как мы видим у нас датасет из трех классов классы линейно неразделимы поэтому решать задачу линейными методами не представляется возможным зато ее можно решать с помощью нейросетей и для того чтобы передавать данные внутрь нейрости нам нужно привести их к тензорам причем для иксов то есть для координат точек мы будем использовать float тензор а для игреков мы будем использовать long тензор это связано с тем что координаты это действительные числа поэтому float тензор а игрек это метки классов и это целые числа поэтому мы можем использовать long тензор на прошлом семинаре вы уже научились тому как создавать нейросеть с помощью класса non-sequential в которой просто передаются слои в том порядке в котором вы хотите их применить но бывают ситуации в которых мы хотим иметь больше контроль над тем что происходит внутри сетки и возможно посмотреть на какие-то размерности или назначение каких-то параметров и sequential не дает нам такую возможность зато мы можем пойти другим путем и завести свой класс и отнаследовать его от nn.module nn.module это базовый класс для всех слоев pytorch и для того чтобы инициализировать нашу сетку в конструкторе класса мы сначала вызываем конструктор классы nn.module и далее просто в качестве полей класса перечисляем те слои которые мы хотим применить в нашем случае это два линейных слоя для того чтобы задать обучение нейросети нам нужны две вещи первое это forward пасс то есть прямое распространение сигнала второе это backward пасс то есть обратное распространение сигнала поэтому давайте переопределим метод forward который передается x то есть данные на которых обучается нейросеть для этого мы просто вызываем первый линейный слой оборачиваем его в нелинейной стрелу и затем вызываем второй слой и перед тем как вернуть значение вызываем softmax тут хотелось бы остановиться немного подробнее поскольку мы решаем задачу многоклассовой классификации мы используем softmax функцию для того чтобы определить вероятности принадлежности объекта к тому или иному классу напоминаю что softmax выглядит вот таким образом и если на вход softmax функции подается какой-то тензор из действительных чисел то на выходе мы получаем тензор из чисел из интервала от 0 до 1 который интерпретируется как вероятность принадлежности класса давайте инициализируем модель поскольку мы не передавали никакие параметры в нет то скобках ничего не будет далее для того чтобы обучать нейросеть нам необходима функция потерь и в качестве функции потерь мы берем кросс энтропию а немного пару слов о том что такое кросс энтропия как мы помним из обучение логистической регрессии там использовалась логистическая функция потерь подобно тому как мы можем сигмоиду обобщить на случай многоклассовой классификации и получить софт макс мы можем обобщить функцию потерь логлосс и получить кросс энтропию что мы делаем здесь мы суммируем по всем классам логарифмы от софт макс от x то есть по сути логарифм вычисленной нами вероятности принадлежности классу и умножаем его на метку класса который принадлежит x то есть и грек и т это вектор из нулей и одной единицы которая стоит на том месте который соответствует классу которому принадлежит x то есть у нас зануляются все слагаемые которые отвечают неправильным классом и в правильном классе у нас будет минус логарифм вероятности принадлежности этого класса далее мы будем минимизировать минус логарифм то есть будем увеличивать вероятность принадлежности нужному классу давайте обучим нашу сетку я немножечко подробнее остановлюсь на цикле обучения то есть мы запускаем 100 итераций обучения и для того чтобы вызвать forward pass достаточно просто в модул передать аргумент то есть наши данные такая конструкция внутри себя вызывает метод forward и далее мы получаем наше предсказание после этого по предсказаниям и истинным меткам класса мы считаем лосс сохраняем его далее достаточно важный шаг мы зануляем градиенты для чего это нужно дело в том что когда мы делаем backward pass когда мы хотим пересчитать наши градиенты то значение градиентов обновляются и если мы не занулим градиенты полученные на предыдущем шаге то новые градиенты приплюсуются к старым и мы будем делать шаги градиентного спуска не в том направлении куда нам этого бы хотелось поэтому мы вызываем метод zero grad после этого вызываем backward pass и делаем шаг оптимайзера давайте посмотрим на обучение модели у нас всего лишь 100 итераций поэтому модель обучается быстро и мы видим что функция потерь действительно уменьшается давайте посмотрим как же получать параметры из nn.model потому что как вы могли заметить когда мы вызывали когда мы создавали оптимайзер то мы сюда положили model.parameters давайте попробуем создать такой же класс но немножечко по-другому теперь вместо просто nn.linear мы положим сюда список из двух линейных слоев ну и добавим еще пару каких-то тензоров то есть здесь единицы тут еще список из тензоров равных единице давайте посмотрим что же вы выведет model.parameters как мы видим она выдает пустой список почему так происходит потому что каким образом модель определяет какие параметры ей нужны какие параметры есть у модели она смотрит на то чтобы поля класса были отнаследованы от nn.model поскольку здесь у нас список тут у нас какой-то произвольный тензор она не воспринимает данные поля как параметры модели и обучение происходить не будет как мы можем это исправить достаточно просто нужно использовать nn.model.list для случая когда мы хотим передавать список из параметров а если вы хотите создать какой-то свой параметр то нужно использовать nn.parameter и передавать в поле required grad true это нужно для того чтобы у этого параметра считались градиенты чтобы он был обучаемым ну и соответственно также как модуль лист можно создавать параметр лист которому передается список из параметров давайте посмотрим на параметры этой модели и как мы видим у этой модели уже есть обучаемые параметры то есть ее можно обучать а давайте подведем итог мы рассмотрели способ создания нейросетей с помощью наследования от класса nn.model для того чтобы задать обучение нам необходимо написать forward pass то есть переопределить метод forward кстати стоит заметить что backward pass мы не переопределяли потому что в тот момент когда мы задаем архитектуру сети backward pass уже однозначно определяется и он вычисляется внутри на этом все вторая часть нашего семинара подходит концу и в следующей части мы будем с помощью nn.model создавать сверточную нейросеть и обучать ее на различных фотосетах спасибо за внимание